Гостиница на Стрелке «Быть» проект строительства в историческом центре Ярославля прошел все согласования, получив поддержку и в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО. Марина Смарагдова подробно. На этих рисунках авторов проекта хорошо виден будущий облик гостиницы. Здание расположено перпендикулярно Волжской набережной, между митрополитчьими палатами и Ильинско-Тихоновской церковью. Длина фасада 26 метров. От набережной в сторону Вечного огня здание гостиницы вытянуто на 83 метра. Высота отеля 13,5 метров. Игорь Нурмухамедов объясняет, что гостиница рассчитана на 140 мест. Именно этот проект и был утвержден в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. У нас есть согласование Росохранкультуры, это теперь Министерство культуры, его часть. У нас есть согласование с комиссией по делам ЮНЕСКО в Российской Федерации. Кстати, в прошлую пятницу наш проект был представлен в штаб-квартире ЮНЕСКО и тоже получил одобрение. Мы прошли согласование Рабочей группы областного градостроительного совета, тоже получили одобрение. Проект ярославцы видят впервые. Заместитель генерального директора корпорации «Золотое кольцо» и руководитель проекта Игорь Нурмухамедов утверждает, что при строительстве были учтены все особенности исторического места. Мы понимаем, что проект не должен нарушать исторический городской ансамбль архитектурный, но при этом, восстанавливая облик этого квартала, сложившегося уже, он должен показывать, что Ярославль – это современный, развивающийся, динамичный центр региона. И поэтому это здание, оно имеет в себе элементы и архитектуры тех времен и имеет в себе элементы архитектуры современной. Найденный при раскопках фундамент церкви Иоанна Золотоуста будет музеифицирован. Это, пожалуй, первый подобный опыт в Ярославле. Мы хотим организовать небольшой, такой открытый музей, где фундаменты будут доступны для горожан, для гостей Ярославля, и можно будет подойти, посмотреть, потрогать и прикоснуться к святыне. Инвестор проекта корпорации «Золотое кольцо» пришла в нашу область не так давно. Из их крупных проектов, которые на слуху, туристический комплекс под Переславлем. И Переславский туристический комплекс, и Ярославская гостиница, по словам Игоря Нурмухамедова, лишь начало масштабной работы в регионе. Между Золотым кольцом и правительством Ярославской области подписано соглашение о взаимном сотрудничестве. Место возле митрополитчих палат, что называется, обязывает. Это лицо города с Волги. Поэтому так долго шли согласования. И к строительству приступят уже в июне этого года. Марина Смарагдова, Василий Мосин, Городской телеканал.